Мир вам, Игнатий Игнатий. Мир вам, принимаем. Мир вам, принимаем. Мир вам, принимаем. Мир вам, принимаем. Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла божественных слов Твоих. Пребудь с нами и в этот воскресный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Вот он рассеялся. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава 17. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, что получает. Секундочку. Марина. Да-да. Вам видно, нет Оля Симоненко? Посмотри, как одета она. А сейчас? Так, грудь закрыта, все. Так, бери с нее пример. Посмотри, найди, она здесь же прямо. Я сейчас. Это Вика и Савченко, родная сестра. Сейчас, минуточку. Давай. Спасибо. 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 Толкование. Не маловажно все это. Не человек, даже не апостол, а сам Дух Божий говорит это. И обетование побеждающим. Смотрите. Их карками есть побеждающие. Великий Господь наш помощник. Он не оставляет своих. И тем, кто не вкушал и дала жертвенное, победил этот грех, Господь говорит, дам вкушать сокровенную манну. В Ветхом Завете, в святом святых, в сокровеннейшем месте храма, в ковчеге Завета находился золотой сосуд с манной. Сокровенная манна Израиля. Ныне манна, хлеб, сходящий с небес, это плоть Иисуса Христа. Да, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 31 стих 33, не 48, а 51, которая была сокрыта в ковчеге Нового Завета. Богородица. Как ковчег содержал в себе манну, так Богородица носила в себе самого Христа. И эта манна, плоть Христова, дается ныне побеждающим грехи в страшном таинстве причастия. Не раз в откровении побеждающим обещается участие в этой божественной трапезе. Но манна сокровенна и дается только побеждающим. Так и причастие, это сокровеннейшее в Церкви. Выходят оглашенные, оглашенные языдите, еще раз смотрят привратник, хорошо ли, и прочно закрыты двери. Двери, двери, премудростью омнем. И тогда верные, побеждающие грех, слезами покаяния и кровью Христовой, приступают к этой небесной манне. Но какую печальную картину видим часто сегодня. Не победившие, нет, полностью потерпевшие поражения, не раскаивающиеся, далекие от верности Христу, приступают к этому сокровенному таинству. Небесная манна обращается в испепеляющий огонь. Господи Божий наш, как зираешь на сие, но будет и небесная вечеря Агнца. Сам Господь преподаст тогда победившим лукавого сокровенную пищу небесные блага, тому столу уже не приступит ни один небрачная одежда. Блаженны и имеющие вкусить сокровенную манну с того стола. Не вкусившие и доложертвенного вкусят манну сокровенную. Не запятнавшемуся любодеянием дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В крещении, в слезах покаяния убеляется человек. Ему дается как бы белый камень, и на нем начертано его новое имя. В крещении человек получает новое имя, которое записывается в книгу жизни на небесах. «Некогда был древний обычай. При состязаниях царь брал белую плиточку, писал на ней имя победителя, разламывал ее. Так что одна часть была у него, а другая у победителя». Прошу прощения. В крещении, в слезах покаяния, убеляется человек. Ему дается как бы белый камень, и на нем начертано его новое имя. В крещении человек получает новое имя, которое записывается в книгу жизни на небесах. «Некогда был древний обычай. При состязаниях царь брал белую плиточку, писал на ней имя победителя, разламывал ее, так что одна часть была у него, а другая у победителя. И когда потом многие претенденты приходили к царю, то их плиточки не подходили к царству. И злом был не такой, и никакого имени не получалось. Но один был, чья половинка плиточки точно подходила к царевым. Это был победитель. Так и христианцы. «Многие поищут, как войти, но не войдут». Евангелие от Луки 13, 24. «Не подойдет их плиточка к царской, не подходит их земная жизнь к небесной, не получается нового имени. Сей камень белый и имя новое получает «Только победивший, облегшийся в белую ризу праведности, носящий имя Христа, не отрекающийся от Него и не порочащий Его». Толкование закончено. Вопросы? Нет вопросов. Игнать Тихонич, добавить есть что? Добавить просто зайти в любой храм. И вот сегодня эти со своими плиточками, с горбатыми, с придуманными, они приходят и избирают себе учителей, перекладываются, сходятся. Я вот как думал, паститься не надо, не надо. Думал, без бороды не надо. Оказывается, не надо. Он нашел не царя, а мошенника. Под 80 с лишним лет и бритые в галстуке. Это и для них идол. Плиточка-то от царя должна быть. Вот если уже брать, чтобы была такая плиточка, я просто беру то, что есть было. Сегодня я практически не нашел еще ни одного храма, а проехать пришлось очень много. Это минимум 600. Ну, от Владивостока до Лиссабона. Тихий Атлантический океан. И в каких храмах не были, нигде это не исполняется. Нигде. К нам приезжают священники, архимандриты, епископы. И нигде выполнить этого не могут. Теперь вся задача у них научиться обманывать людей и оправдывать любое беззаконие. Он старался, хотел, но не мог. Теперь он встал на другую ступеньку. А, ну и что? Главное, это не внешнее. Главное, сердце. Сердце. Так и сердце твоя рука двигалась, скоблин. Скоблес. Скоблишься, сидишь под водой, 90 лет, и все, скоблишься. Это непонятно? Ну, явно, что не так. Пьет, курит человек и стоит, и причащается. Эпитимии нету. Эпитимия мы сегодня считали только выражение Иоанна Златоуста об этом. Если священник не накладывает эпитимию, он гибнет сам и губит того, которого причащают. Все. Плиточка не сошлась. Ни в одном храме. Какие в Барнауле у нас храмы? Зайди, где исполняются оглашенные, и зайдите, а никого нету. А кто такие оглашенные? И они тогда просто взяли из литургии, вырезали эти слова, их нету. А тогда и литургии из Лотоуста нету. А раз литургии нету, никакого причащения нету. За этим так кроется бездна безумия. А всего ничего. А что надо делать? Если я говорю, вижу недостатки, я должен знать, как делать и сделать. Мы это сделали. В каждой общине у нас это выполняется полностью. Вот Сергей Игнатов, я вижу здесь, которые были у нас. Они видели это. Вот Марина сидит, Ольга, я вижу, которые люди, Татьяна, они это видели. Оглашенные из литерей, все, выйдут они в притвор, у нас в коридор. А вот священник не может вывести. А почему? Потому что все чужие шатаются. Я говорю, зачем торговля, когда Христос выбросил ее? А как жить? Десятина святая. Они начинают оправдывать. Это в Ветхом Завете десятина. Не надо... Истетина с бабкой-то какая там пенсия-то у ней-то? А тут он офис освещает, деньги, крещение, деньги. Если ладошкой полбухлопа, 300 рублей. А если погружение, 500 рублей. Они прямо пишут, с погружением дороже. То есть это бизнес. Это церковь мамоны. Церковь в кавычках. Что тут непонятно? Мы что, сами себя обманывать хотим? Что тут можно на это сказать? Исполнять надо. Мы исполнили. А что дело это настолько трудное, что нигде мы это встретить не могли. А у нас были... Приезжали, фотографировали, все. Мы у себя тоже так сделаем. Ни один не мог сделать. Почему? Свои собратья-попы задушили его. Ой, говорит, как они поднялись. Я торговлю сказал, не надо. И чтоб за деньги певцы не пели. Как поднялись все. Его сразу оттуда убрали. Если деньги платит он, да, в епархию, сколько наложили, то может безобразничать, как угодно. Это все знают. Нам нужно взвянуть на это. А это церковь. При всех своих вот этих недостатках, это церковь Христова. Поэтому Христос пришел, когда люди, которые готовят своего распятия, все-таки говорят, дом мой. Дом. Тут надо, чтобы Христос пришел с бичом и вымел все отсюда. Они не могут выполнить. Ты не постишься. Ты же не постишься. Канон гласит, на два года ты отлучен. Должен стоять за пределами. Ничего? Он не пойдет. Когда священник узнал, да я сам тогда должен выйти. Ну, выйди. Хоть одно место осветиться. Испугал. Найдутся другие, кто исполняет. Иоанн Златоуст говорит, один останусь, но истины не уступлю. Идут на зрелище, смотрят. Он говорит, кто клянется. А сегодня ей-богу, ей-богу. Клянется, порог церковный не переступай. Человек мстительный. Где-то что-то ему сказали мстительный. Ну, просто трясет его от злобы. Подобен дьяволу, говорит Златоуст. Кого дьявола прищищать? Дмитрий Смюра выступает и говорит, у нас вера бесовская. А этот, считай, около патриарха стоит. Дмитрий Смирнов. Вот весь ответ. И я не дополняю ничего. Сказал правильно, прочитали правильно. Положи в сердце, начинай исполнять. Что? Слабо? А нам это страшно. Приезжает батюшка, он сейчас еще где-то там по монастырям ездит, по мощам. Каждый год ездит. Мы его отговорить не можем. Почему? Патриархийный дух сидит в нем. Зачем ты туда ездишь, время тратишь, деньги? Охота отойти от дома? На Илбане поставь там палатку и живи рядом. Приезжает нигде, такого нет, как у нас. Стою, службу наизусть знают. Я не пойму, чего они там считают. На разные голоса архиепископ Марк приехал, постоял и говорит, скажи мне, что тут делается? В одном месте покойника, в одном крылья церкви отпевает, в другом месте венчает, в третьем еще что-то. Это многогласие называлось. А оно и сегодня такое есть. То есть нам нужно работать. И тогда поймешь, что это значит. А поэтому они бросаются, как лютые звери. Они сделать этого не могут. А пока мы живы, мы являемся обличителями. их. Что можно это сделать? Повторяю, можно. В любом храме это можно сделать. Только храм нужно закрыть. Начинать работать за пределами храма и по одному готовить месяца через три. Они на это не пойдут никогда, потому что любят деньги. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Вот язва. Отошел. Ну вот Сергей Козлюк спрашивает. Манна сокровенная это тело Христа, которое сокрыто для неверующего мира? Для всех. Мы видим хлеб. Она сокровенная. И не надо говорить, когда это воплотился, до воплощения. Христос говорит, плоть моя, сам еще не умирал. Тебе не надо рассуждать на этом. Там ни один утонул. Принимай, как есть. А когда, где, когда одна девка там все так расспрашивала, священника-то, такие вопросы. Он просто ответил, выходи замуж, дура. И все. Дурью мается человек. Такие вопросы задает. Ничего не надо задавать. Надо исполнять и верить. Ну кто у нас был-то? Он по монастырям ездит. Вот Сергей Игнатов. Видел он где этого? Нет, нигде. Самое простое нигде не найдешь. Течет все самотеком. Вот у нас в собраниях, когда, сегодня я говорил, сколько людей стоят в коридоре. Они никогда не заходят. Им это не надо. Они в общине. Они молятся. Они причащаются. Но они не имеют в себе внутри жажды иметь общение, знать нужды, кому помочь. Нет. Они между собой там выйдут, на кухню будут. В кочегарке. И ничего нельзя сделать. Но община остается община. А люди всегда такие были. Около Христа такие были. Ушли. Говорят, не хотите ли вы отойти? Обстановка-то не новая. Вот и все. Сокровенное. То есть, чтобы нас не отвращало, мы видим хлеб. А ангелы видят. И святым показано было тело, кровь, кровоточащая. То есть, вы смысл слова сокровенное складываете в такой, что под видом хлеба дается плоть, поэтому называется сокровенность. Ну да, скрыто. Скрыто. Плоть скрыто. Она в виде хлеба подается. А как бы другое толкование, что сокровенное, то есть, только для открыто, только для верных на литургии, а для оглашенных и не побеждающих греха, она сокровенна. Да нет ничего. Открыто все сегодня. Да, сегодня-то понятно, что извращено, но по правильному-то так можно толковать, что сокровенно от мира. Можно толковать. Вот у нас можно толковать, а у них больше ни у кого нельзя толковать. Понятно. Одно дело, как есть, а другое дело, как должно быть. Поэтому человек-то, видимо, спрашивает, как должно быть. Но если как должно, это можно затолкать. Ну должно это что? Да когда это есть, это когда-то было, сегодня другой народ, народ слабый, священник говорит, я буду выгонять, никого в храме не останется. Он же понимает. Сегодня включи норму. Простой пример, я вам рассказывал, кто-то, может, не слышал. Отец таким приехал, где-то в Белоруссию, или где священник говорит, у меня причастников завтра 150 человек, ты бы отец таким поисповедовал. Ну он говорит, слушайте, я, говорит, устал. А вот отец таким, мы давно знаем друг друга, у него с собой грамота от местного епископа, что не на отлучение. Ну и он, да батюшка говорит, я же буду говорить, как у нас принято. Вот это и важно, ты и скажи. Ну он сразу сказал, кто не постился, можете не подходить, я все равно исповедовать не буду. Как так? Я сказал, что я среду пятницу в течение года нарушал по православному, посты не соблюдал, не только этот, отойдите в сторону. От 150, 50, осталось человек 20, стоят три старичка. Он говорит, кто обреет бороды, не подходите, разговаривать не буду. Повернулись, нету. Даша еще что-то сказал, все, осталось 3 или 5 человек, а не 150. Ну этих я исповедую. А священник до утра их молотит там, как приехал Юрасов и говорит, мы так исповедовали, 6 священников до утра. Я говорю, зачем? Ну они далеко ехали. Да где написано, что если далеко ехал, то мерзавец может приступать? Ну ты же видишь, стоит-то образина какая, ты глянь на него. Он еще с похмелья не опомнился-то. Ты посмотри, у него из-под заяка какой яд-то течет. Он ничего не понимает. Ну а как? Вот уйди оттуда. Не обманывай людей. Православие это строгость, это узкие врата, тернистый путь. Это по Евангелии. И прилагающие усилия восхищает Царствие Божие. А не так, что, ну народ-то бедный, много претерпели, они в войну, кто в войну был, ни одного нету уже. То есть врут. Да это так крестим, это советская власть нам не разрешала. Советская власть это уж сколько лет нету, с 92-го года. Чего тут-то прикрывать? Уж больше 20 лет, 25 лет уже нету. И все на советскую власть пеняют. А сами ей, говорит, сапоги лизали. Не считай, что и выше. Ты выскажи всю мерзость и народу моему. Выскажи. А кто выскажет-то? Как только ребятишек, знаешь, поймал я, он только одно рукой за задницу ухватит, чтобы его не наказали. А виноват Витька, виноват Колька. А ты выйди и скажи, виновен я. Вот у нас котенок заскочил, я выставил ролик. Виновны мы. Что не досмотрели, он заскочил на раскаленную плиту. И ни одного отзыва нету. Обычно с ног, народ это понимает. Я признаю вину свою. А что меня долбить, когда я уже упал? Надо научиться каяться. А в церкви есть в чем каяться. Все. Не задерживайте. Откровение 2.18. И ангелу феатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану. Толкование. И в феатирах при апостолах была основана церковь. «Господь представляет Себя им, как Сын Божий, ибо знает, что у них есть лжепророчица, и многие последовали ее учению. Ей, лжепророчице, Он противопоставляет Себя, Сына Божия, истинного Бога, второе лицо Пресвятой Троицы, у которого очи, как пламень огненный, видящие, и готовы испепелить всякое беззаконие в этой церкви. Ноги подобны халкаливану, чтобы судить нераскаянных, ибо как у медного жертвенника во дворе скинии древние иудеи своими жертвами удовлетворяли правде и суду Божию, сами же раскаивались. Так в суде над нераскаянными удовлетворится правда Божия, о чем говорят ноги судьи, подобные меди. Вопросы, если есть. Сокровение 2.19. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Толкование. Как всегда, сначала идет похвала этой церкви. Знаю твои дела, а значит, они имели добрые дела. И не только дела у тебя, но и любовь. Вера феатирсов была движима любовью. Галатам 5.6. Они имели дела любви, далекие от тщеславия и корысти. В этом феатирсы превосходят и песян, тоже много трудившихся, но у терявших любовь. Феатирцы облеклись в любовь, которая есть совокупность совершенства, Колоссянам 3.14. И приятно было Богу служение их. Но всегда ли приятно служение Богу пастыре, как приятно было ему служение пастыря феатирского? Пример феатирцев показывает также, что каждый христианин призван на служение Богу. Часто думают, служить – это удел батюшки. А служение христианина знает ли Бог? Страшно, если, подходя к сердцу, Христос подходит к холодному жертвеннику, не имеющему своего служителя, воскуряющего фимиам добрых дел. Нет любви, и в сердце холод, поэтому и служения никакого. Но есть и другая крайность. Начинаем служить Богу, полагаем к тому немало трудов, но разжигаем жертву своего служения не любовью, а завистью и славе. И не Христос, а в кавычках «иной» греет руки у нашего жертвенника. Далее сущие. «Знаю и веру». Но какова вера наша? Христова ли? Порою сами ее измышляем. Не от того ли так множатся вероучители? Но знает ли такую веру Христос? Знает ли он веру пророков, которых сам не посылал? А знает ли веру православных, когда она бывает без любви, дел и служения? Далее сущие. «Знаю и терпение твое». Дела, любовь, служение, вера, терпение, все, что нужно христианину для спасения, было у фиатирцев. И особенно важно еще и то, что последние дела твои больше первых. Это очень важно. Последние дела фиатирцев были больше, чем первые, потому что они духовно росли. Жизнь человека, дуновение, Иов 7-7. А может ли дуновение быть на одном месте? Может ли ветер быть на одном месте? Нет. Только в движении. Так и псалмопевец говорит, что мы летим. Псалом 89-10. Как ветер, так и мы не можем быть на одном месте. Но куда двигаться? В духовной жизни есть только два направления движения. Рост или падение. Помоги, Господи, каждому из нас расти в духовной жизни. Но расти не в своих глазах, а в очах Божьих. Ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна 3.30. У феотирцев было так. Их духовный рост признавал сам Христос. И вот даже у таких христиан в любви с трудящихся Богу, духовно растущих, нашлось это печальное «Но». Вопросы? Итак, что же это за «Но»? Вскоровение 2.20. «Но» имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Толкование. И здесь немного не потому, что грех малый, а потому, что еще не сильно укоренился и немногие впали в него. в фиатирах была некая пророчица Иезавель, женщина грешная, приставшая христианам и вводившая их в заблуждение. Имя ее напоминает царицу Иезавель, жену идраинского царя Ахава, преследовавшую пророка Илью. Так и в фиатирах и во все времена в христианстве это ложное учение Иезавели преследует истинных пророков Христовых. Царица Иезавель так и не смогла умерть Илью пророков. Но это все же совершится при Иезавеле и Ахаве последнего времени при лже-пророке Антихристе, когда умерщвлены будут пророки Илья и Енох. Смотри, глава 11. Святой Андрей Кисарийский считает, что Иезавель и образно названа ересь николаитов, привившаяся среди фиатертов. Так, собственно, два греха любодеяния и вкушение идоложертвенного, бывшие сильным соблазном для первых христиан называются то ересью николаитов, то учением Валаама, то блудными делами пророчицы Иезавели. Христос имеет против пастыря фиатирской церкви, что допустил он уже пророчице расхищать сада. Но и ныне, как и прежде, многих расхищает это Иезавель. Вопросы? На сегодняшний день как это можно применить к нам? Кто нас вводит в заблуждение? Кто это Иезавель? Как она выглядит? Можем ли мы ее узнать? Конечно же можем, это же наши батюшки, которые на проповеди говорят то, что не по слову Божьему, поэтому людей вводят в заблуждение. Да надо женщине в церкви молчать, вот и все, как говорил апостол Павел. Простите, ради меня. Ну, мы не в церкви, мы на занятиях по слову Божию, и здесь ведущий решает, кому говорить, а кому не говорить. Женщина на данной линии. Вопросы? Батюшки, вводящие в заблуждение, сами заблуждаясь, конечно, это в церкви есть, и это факт, печальный, но это факт. Если мы об этом будем молчать, то тем самым будем идти против слова Божия. Сергей поднимает руку, Гриняков. Пожалуйста, Сергей. Есть такое выражение, мы его знаем, что слепые вожди ведут слепой народ, и оба упадут в яму. Конечно большую ответственность несут те, которые являются нашими вождями. И это не только священники, это вообще те руководители, которые над нами стоят, в том числе и в политике. На них тоже ответственность. Ну и мы тоже не должны так вот проглатывать все, что нам навязывают, а все сопоставлять, как нас учат святые отцы, со Словом Божиим. Отошел. Благодарим. И вот Христос в откровении Иоанну Богослову говорит, что я имею против тебя, то есть против тебя за то, что ты попускаешь этой изовели вводить в заблуждение. Вот, вот что плохо. А когда мы не попускаем, говорим, батюшка, ну ты не по Слову Божию. А сразу в ответ, а что ты судишь, а священников нельзя судить. Он и приводит примеры и священного писания, а вот он сказал, там стена подбеленная, а потом сразу уши прижал, я не знал, что ты священник. Священники это неприкосновенное такое, вот что они говорят, то и делайте. А то, что они действительно не по Слову Божию говорят, ты молчи, ты сам за своими грехами следи. Вот защитники такие еще выискивают. Но на Суде Божьем неподкупный Судья скажет, я имею против тебя. Не я, говорит, Господь, судить буду. Слово, которое я сказал, оно будет судить тебя в последний день. И по милости Божьей мы имеем возможность к этому Слову прикасаться и не дать себя ввести в заблуждение. Овцы там и овцы, но и овцы очень глупое животное. Но, однако, собравшись вместе соборно, мы можем и ангела церкви на место поставить. И существуют такие каноны, если он не туда ведет, то либо каешься, либо ты нам не пастыр больше, а волк в овечьей шкуре. Об этом тоже говорит Священный Писание. Итак, продолжаем. Кто же Христос дальше говорит этой церкви, открывая Иоанну Богослову на это деяние. Откровение 2.21 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Толкование Милостив и долготерпелив Господь, Он всем, даже столь великим грешникам, как лже пророчица Изавель дает время для покаяния. Никто не обвинит Христа не только в несправедливости, но и в отсутствии терпения и милосердия. Но надо заметить и то, что на покаяние дается время. Не вечно терпит Господь. Христос призывает к покаянию, но и в этом есть предел. все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести его душу от могилы и просветить его светом живых. Книга Иова, 33-я глава, 29-30-й стихи. Поэтому надо спешить использовать дни покаяния, ибо настанет ночь, когда будет поздно. но она не покаялась. О, ужас! Призывает сам Господь, но человек отвращается. Иезавель была лжепророчицей, а такие люди, носящиеся с духами преисподней, каются очень редко, почти никогда. Хотя мы имеем такой пример священномученика Киприана, занимающегося чарами колдовства, он не смог заворожить девушку-христианку. Потрясенный силой ее веры, Киприан обращается ко Христу и становится великим угодником Божьим. Но такое бывает редко. А сколько и ныне этих в кавычках пророчец, в кавычках исцелительниц и прочих чародеев тянется к ним народ в своей простоте и духовном невежестве. Лечат как будто молитвами, а сами церкви не бывают, калечат души. Дано и им время на покаяние. Не каются. Вопросы? Можно вопрос? А не каются, потому что нету силы? причина почему? Не могут покаяться, потому что уже не хотят или уже просто силы нет у них, они уже отвержены, выкинуты. как? Есть такое место в Священном Писании «Всякий грех простится, фулана сына человеческого простится, но фулана Духа Святого не простится ни всем веки, ни в будущем». Толкование такое, что когда человек хулит Духа Святого, то у него как бы он переходит эту незримую грань, когда уже ну или нет силы покаять, он не может покаяться, просто не может. Вот, у меня как бы такого случая не было в моей жизни, но вот из усты Игнатия Тихоновича я слышал, когда вот он говорит, да ты покайся, а он говорит, а я не могу. А вот почему не могу, ну это к кому вопрос-то? К Богу или к человеку или к кому, или вообще в пустоту так пальцем спросить, почему не может человек покаяться? Почему ангел Деница Зари, что ему там не хватало, он был осеняющий херуим, что ему там не хватало на небе? Он стал клеветать на Бога, что не хватало тем ангелам, которые пошли за ним? Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Надо еще библейский случай вспомнить про царя Саула, что когда Господь отступил от него, что с ним происходило тоже? Напомни тем. А что злой дух к нему приступал, то есть он уже тоже ничего не мог сделать, потому что Господь сказал все, потом царя Давида помазал Илеем, но в то время он не царь еще был, царство было отдано другому, потому что не послушался Бога. Не послушался Бога, но мы тоже часто в своей жизни не слушаемся Бога, согрешаем, но однако же каемся, а здесь не могу покаяться. Ну и законный вопрос, может не законно, может не надо его знать, почему, почему люди поднякают. Богодать отступает, может быть. Богодать отступает, может быть. Давай, Сергей Игнатов. У меня такое соображение, ведь мы знаем о Библии, что павшие ангелы, бесы в голове со своим сатаною не могут покаяться, поэтому причина нераскаянности грешников та же самая у людей, одерживаясь нечистым духом, гордыни, тщеславия, главным образом гордыни, этим смертным грехом, и поэтому они каются, и даже и не приступают попытки покаяться через чтение Слова Божия, которое оживляет человека. Я так думаю. Отошел. но однако же нам известны случаи изгнания бесов, экзорцизм это называется, бесы изгнали, человек покаялся, был одержим бесом, не каялся, и святым была такая власть изгонять бесов, однако же знаем случаи, когда они не могли изгнать этих бесов, почему опять же вопрос можно эти почему задавать десятки раз и ходить по кругу и Игнать Ихонич, ваше мнение, почему человек не каялся, не каялся, не каялся, не каялся, сначала вернусь к Иезавелию, вы не закончили этот разговор, чуть-чуть коснулись, речь идет не о женском поле, а вообще о человеке, о душе, вот читаем мы послание апостола Якова, 4 глава, 4 стих, дружба с миром есть вражда против Бога, а впереди-то что написано, дружба с миром, ну понятно, что мирское, ты посмотри вокруг, они по-другому одеваются, вот у нас же сейчас здесь вот в беседе, вначале были двое, сейчас один остался бритый, спроси, зачем бреются, он обязательно будет что-то там говорить, но не то, что надо, страха Божия нет, нету, но если бы вокруг все до одного бороду не трогали, ты бы брился, я разговаривал с баптистами, с руководством, их собралось много, я приехал там в Славгород, и с ними беседовали, я открываю журнал Баптист, он так назывался Баптист, большой формат такой, 1900, там кажется, пятый или десятый год, сидит молодежи, много там, на корочке все, все до одного, сто процентов, все с бородами, я говорю, вокруг сейчас все бы были, как Фидель Кастро с бородами, вы бы, ну это лет 30 назад было, меня пригласили приехать, вы бы брелись или нет, а сидят старики, седые волосы, не знают, я говорю, это по стихии мира, мир бреется, и вы бреетесь, да не поэтому, а у них был пресвитер из Чернобцов, Седлецкий Карл Станиславович, очень хорошие отзывы о нем были, или он говорит, нет, братья, он прав на меня, говорит, а сам без бороды, все ему на сердце положено, ну ты-то осознайся, зачем ты скоблишь, скоблец, зачем, зачем ты под женщину подделываешься, ей не дано, мужчине дано, ты под женщину подделываешься, женщина, если у ней борода растет, это говорят, там какие-то гормоны, что-то связано с яичниками и прочее, ну ты нормальный мужик, зачем ты под скобца, скоблец, скобец, самое маленькое, простое, дружба с миром, а это мирское, есть вражда против Бога, вражда чем заканчивается, поношением, уничтожением, ты уничтожаешь Бога, его закон, заповеди, если ты гражданин страны и нарушаешь закон, то кто ты, а сейчас вот говорят, принимай кто гражданство, слово клянусь там вмонтировано, как в Америке, они клянутся соблюдать конституцию, стоять на страже законов, под защитой страны, обязан принести клятву, ну это сейчас оттуда взяли, в Дубе этот закон проводят здесь, да-ка там мирские, где законы, я не могу, тогда не получишь гражданство, вот и выбирай, я гражданин неба, и весь ответ, а что будет дальше, спокойной жизни не будет тебе, это уже определенно, точно, но Бог иногда располагает в сердца людей, которые понимают, если вы так легко отрекаетесь ради похлебки щечевичной, то придет Китай, Америка или мусульмане сюда, ты точно так же нас предашь и выдашь, они тоже понимают, это и коммунисты, и все, те, которые мужественно переносили страдания, они к ним с уважением, сегодня руку протягивают и здороваются с тобой, ну маленьком, перешагни, и ты будешь понимать это, изломай бритву, отрежь от нее шнур, выкинь эту пакость, ведь не сделаешь, но посмотри на иконы, все пророки, апостолы, Христос, все с бородами, зачем ты порнишь образ Божий, даже маленькое вот это, ты не можешь сделать, посмотрите, вот только пришли у нас, двое только, а остальные это, и они находят причину какую-то, почему мирские враги Божии, вражда против Бога, знак равенства стоит, равенство, дружба с миром, тире, есть вражда против Бога, вражда против Бога, он никак не хочет признать, ну, ну, так написано, но главное, это любовь, любовь, написано, кто любит мир, в том нет любви очередь, первое послание Иоанна, кто любит мир, ты любишь мир, все мирское, что они делают, как одеваешься, посмотри, какими духами душишься, маленько посмотри, разрезанные юбки, зачем ты разрезаешь, когда-то гомосексуалисты придумали, ну, самое маленькое, ну, от избытка сердца руки движутся, да, так, от избытка сердца рука твоя скоблит, божественный лик, превращается не образ Божий, в образину мирскую, ну, строго взгляни на это, святые советуют, избери такого начальника, наставника, строже которого нету во всей вселенной, тогда будет надежда какая-то войти, вот, которая получает какие-то призы где-то, из-за чего, ну, он говорит, у меня тренер такой был, о-о-о, у меня один знакомый был, разговаривает, глухонемой, я, говорит, все забыл, у меня учитель был, говорит, он палочкой в рот язык загибал, от изгиба языка зависит, какой звук будет, а я не хотел, он бил меня, говорит, так, бил, этих людей бить Господь будет, они и не понимают, раб останется не наказан, но он не научится, хотя и знает, написано, знает, вот, услышал один раз, как у нас один тут, услышал, что галстук носить, это масонская удавка, он говорит, два раза печку полную набил, столько галстуков, ну, под разные рубашки-то, все, а потом, ну, а потом стал священником, а сам из баптистов, работал когда-то в органах, ГГБ, в моем доме фактически пришел человек, поставил перед ним эту задачу, он сразу шагнул, встал в собрание баптистов и сказал, у нас что, причастие это тело? Нет, у нас воспоминания только, воспоминания, он говорит, написано тело, так это у православных, он встал и говорит, до свидания, Наташа, вставай, жену, под руки пошел, а ты хотел бы этого человека встретить? Пожалуйста, иркутский образ, город Тайшет, Толстенко Василий Петрович, познакомься, познакомься, не помешает пока он живой, город Тайшет, запиши себе, город Иркут, это, в Иркутской области, там один храм тогда был, мы к нему заезжали, когда были на благовестии, он, я не люблю, вот вы все снимаете, но так это я не люблю, я ему стал говорить, он прислушивается, мы обратно, когда ехали с Владивостока, у него уже люди стоят с огромной аппаратурой, в доме люди собраны, все сами снимают, один раз так и сказал, он сразу взвесил, в самом деле, к нам приезжал Михаил Масленьков, фотограф, а он фотографирует у патриарха, когда патриарх служит с ним в алтаре, ну, священники там кряхтят, ну, еще тут снимаете, молиться не дают, патриарх Алексей сказал, не трожьте, это наша история, нас спрашивают, а как вы молитесь, когда батюшки нету, а епископ отмечает, который нас знает, говорит, у них все в порядке, у нас коротко составлено, так называемое, апостольское служение вечером, так называемое, апостольское служение утром, и вот сегодня утром, батюшки нет, и мы это, полностью служба, как заходим, 7 минут молча стоим, а кто составил, Савченко Виктор Николаевич, он в семинарии тут учится, вот его сестра Оля здесь находится, мы тогда что он составил, молились, подали епископ, и епископ посмотрел, так у вас все тут по службе, но только нет возраста, в который священник говорит, мы не перешагнули грань на миллиметр нигде, епископ фактически одобрил, хотя никакой бумаги-то нет, но он проверил, посмотрел, и говорит, у вас тут ничего такого и нету, чтобы отличало от службы, только от службы сократил просто, ну маленько-то, надо маленько шевельнуть мозгами-то, зачем ты это делаешь, кто любит мир, кто нет любви очень, это знак равенства, а любовь на первом месте, ты от любви-то отошел, а зачем ты говоришь, главное любовь к Богу, так ты не любишь Бога, по-мирски все у тебя есть, посмотри на обстановку, какая одежда, как спим, как молимся, во всем ты должен показать себя, что ты избранная Богом чада, он тебя преобразил, это знает отец мировой педагогики, смотрите, какое звание, отец мировой педагогики, кто такой, чешский просветитель, Ян Амос Каменский, это единственная книга, которая со ссылками на Библию, продавалась в советских магазинах, мы закупали весь стираж, и дарили его, я впервые там познакомился, со многим, о чем сейчас говорю, ну он брал из святых отцов, чешский просветитель, священник, вот как, ты один раз услышал, ну один раз, зачем тебе сто раз говорить-то, Бог один раз сказал, не оглядываться, а она оглянулась, и все стоит по сегодняшний день, как на вахте, один раз сказано, не вкушай дерево, познание добра и зла, не вкушай, она вкусила, да кажется, что тут особенно, что там, поменьше плодов стало, это один, уже умерло, более ста миллиардов людей, ста миллиардов, миллиардов, хотя Вторая мировая война, не больше 56 миллионов унесла жизни, миллионов, так война-то шесть лет шла, ну так один раз рассудил, и все видно, что Бог тебя коснулся, а какое это рождение, когда ты все топорно мыслишь-то, Бог никого не любит, написано, в Библии написано, кроме живущего с премудростью, премудрость Соломона, а то Бог всех любит, нигде это не написано, Бог любит грешника, нет, любит кающегося грешника, все везде одно неправда, ложь, проще сказать, вранье, а ты раз услышал, все, как Фома, и Писик говорит, виноват прощение, просить умели даже у животных, у птиц, оно из тебя вырвется, а как это так, да я сижу тут, корреспондент пришел, у меня интервью берет, а у меня, чтобы голуби днем не залетали, мне надо, чтобы они летали хорошо, я взял леток, закрыл-то, но разговаривались, я и забыл, а уже темняется, я как глянул, говорю, ой, я же забыл открыть, они сидят на крыше, а ночью их сову потаскают, я побежал, открыл, они туда не заходят, там темно, они боятся, я скорее туда лампочку, там провода есть, включил, гули, 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 зашли, я простите меня, я тут заговорился, простите, тут у меня корреспондент, Павел Васильевич, ГТРК, вот мы с Лозовым посидели, голуби на меня голову так вот, поворачивают, смотрят, я говорю, простите, голубки, виноват перед вами, и они как вот будто понимают, смотрят, котенок заскочил, так я уже 10 раз у него прощения просил, а тут скажи ты, против всего учения церкви идут, и даже нужды нету, а черствелая душа, вот тебе и сердце, и главное, хитро так выискивают, где-то Библия переведена, неправильно, где-то сатана уже поселился, гнездо свил, птица может пролететь, капнуть, но не гнездо же явить на нашем черепе, бес может тебе какую-то мысль подсунуть, но это одно мгновение, а ты только соверши крестное знамение с верой, от него следа не останется, веру православную поломали, как похерили ее, и ты увидишь, как все изменится, начни с себя, не то, что я сейчас делаю, сейчас соседи обратятся, нет, они не обратятся, но они будут знать, здесь жил христианин, это они твердо знают, на улице под окном у нас сидят, матерятся, под окном, только вышел на улицу, друг друга толкают локтями, смотри, вышел, тихо, чтобы никто не матерился, у нас в камере 70 человек, все матершиники курят, открыто ни один не курит, ни один не матерится, это одна камера такая была на всю тюрьму, а 3700 человек, почему, а это в людях уже сразу, они понимают, здесь игры нету, стучат со всех сторон, мы на суд идем, батюшка, помолись, да я не батюшка, да ладно, мы знаем, что ты батюшка, все, я не священник, нет, ты священник, а другого там, ярмонаха взяли, за что, за совращение малолетних-то, за Сима, о, имя, а его, я пришел ему в камеру, там, подавать что-то, Мишка, иди, тебя зовут тут, он Мишка, а за Сима, дела твои впереди тебя пойдут, ты один раз, оторви это от себя, уничтожь сегодня бритву, начни с малого, вот и весь ответ, кто любит мир, кто нет любви в очереди, Дух Святой сказал, а эти люди, которые изменяют жене, называются прелюбодеи, душа наша, невеста Христова написана, и выше навстречу жениху, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против Бога, тут, каким голосом, левитана надо считать это, прелюбодей, тебе имя прелюбодей, бритый, другого имени нету, изменник, Бог тебя каким сотворил, а ты для мира нравится, чтобы, а это, что бреется, это называется прелюбодейная ересь, блудная, как Портопопа вакуум говорил, и все давай, а ты с бородой, а как тебя жена допускает, а что ты бороду отпустил, как козел, и начинает, стой спокойно, она ничего не знает, я говорю, а почему у тебя борода нет, да я же женщина, тут легко ответить, а я мужчина, раньше, какие были карипеи, Карл Маркс, Энгельс, посмотри на Энгельса, у него рот едва видно где, Маркс поменьше, я говорю, Маркс, у Ленина бородка, клинышком, у Сталина одни усы, а у Хрущева даже на голове еще нету, и все по порядку, друг за другом, и кому ты подражаешь, так я беру-то людей каких, а католичились совсем, и себя обманываешь, не обманываешь, скажи так, я отступник и прелюбодей, и отстаньте от меня, целуй бритву каждый день, отошел. Откровение 2, 22 стих. Вот, я повергаю ее на Одор, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Толкование. Не использовано время, данное на покаяние, последует наказание, пророчица, и все участвующие с ней в греке, и не раскаившиеся, поражаются страшной болезнью. А сколько уже людей откладывало свое покаяние на потом. Но вот, кончилось время, отмеренное им на покаяние, и они повергаются на Одор. Кажется, здесь, на Одре, и покаялись бы, как разбойник на кресте. Для меня все кончено, говорят они. Но не легче ли сказать вместо этого, Господи, помилуй. Нет, действительно, все кончено. Иные, и на Одре, хулят, имя Божие, не спешат с покаянием. Наказана была, феотирская, лжепророчица, и завель, спрещенными ею. На Одор подвергается она великую скорбь тяжкой болезни. Так, Христос часто посылает великие скорби, болезнь, наказание за грех. И здесь был грех любодействия. А уж так устроено, что сами грехи любодеяния влекут за собой тяжкие, мучительные болезни. И страдают от этого и соучастники греха, и даже дети их. И это возмездие прообраз того, что произойдет во время кончины мира сего. Ибо тогда все ложные пророки века сего, учащие людей любодействовать с миром, изменять Христу и служить вместо живого Бога мертвым идолам этого века. И все пошедшие за этим мучением и впавшие в эти грехи повержены будут в великую скорбь при Антихристе. Сам Господь говорил, что такой великой скорби не было от сотворения мира и не будет вопросов. Откровение вторая глава 23 стихи. Братья, Сергей, это Роман беспокоит. Можно как бы немножко может быть не по теме, но то, что продолжение. Вот как найти грань между обличением как бы праведным, справедливым и как апостол сказал начальствующих в норове где твоем не злословь. То есть вот то, что священников мы там обличаем, вот как это вот, где грань? Где грань? То есть почтение к родителям, к начальству и в то же время обличение. чтобы не засловить, но обличать. Как вот? Ну обличающий это говорит с любовью, чтобы человек отстал от греха, а злословящий говорит, чтобы досадить его своими словами, сделать ему больно, пакость. Ну злые слова. Ну вот апостол, он сам говорит, я говорит, не знал, что он начальник, я впредь не буду так говорить. Он же наверное с любовью говорил, нам так хочется думать, или он апостол говорил без любви, и поэтому он как бы покаялся в этом, что он злословил народе. Где эта грань? Ну вот Игнатий Тихоновичу лучше узнать, где эта грань, потому что он направо и налево их обличает, а ему в ответ говорят, а ты нас злословишь и поносишь. Вот пусть отвечает за свои теперь. Мы поучимся. Где эта грань? Игнатий Тихонович. Каждое слово отдельно не разберешь, я сегодня говорил, люди слышат иногда про книгу Толстую, говорят, опять свой Талмуд открыли. Я говорю, Толстый Талмуд сколько страниц? А он не знает. А их два есть, Иерусалимский Талмуд и Вавилонский. Это 12 томов. Я три тома посвятил, объясняю Талмуд и все, что в Библии, что вопросы, какие политики, разбирая полностью их учения. И Шульхана Руха и все. А как беседовать? Вот мусульманами как? Надо учить. Грани эту указывают только Дух Святой. Не знаешь, молчи. Это дело уже миссии, миссионерства. А они везде идут миссионеры. Иконы раздают, там свечки. Глупости. А как беседовать? А вот тут сейчас и сказали. С мусульманами почему не учат? беседовать? А они все захватили. Так что с ними бороться надо? Надо бороться. Бороться до смерти. А как? Один ответ любовью. Если любви нет, сиди, забейся в угол. Иначе повышишь свое. Ну а как именно? Поставь некоторые, я могу дать урок. Урок просто настоящий. никогда нигде не затрагивай по крайней мере четыре слова. Аллах запомни это. Это для них Бог. Коран Куран называют они. Это их священная книга как у нас Библия. Третье. Их пророк Мухаммад никогда нигде никак его не касайся и не произноси. Ты благовестник Евангелия. Вот хотя бы три слова этих возьми. И ты увидишь как изменится. Я в мечети проповедовал они где-то и обстановка изменилась в течение ну полчаса. Я уже рассказывал не раз как это было. Это Бог делает так, а где это в Баку Азербайджан. Они в Трихольца меня там окружили, когда я посреди мечети стал молиться с земными поклонами и в последнем поклоне не вставал а стоял как они стоят. Ну а не знаешь как зайди на наш форум на сайт и там мои книги есть 33 тома 18 том Коран весь разбирается по сурам аятам в сравнении со Святой Библией. Вот впереди вы говорили есть человек не раскаян и не может ко мне прислали или он сам приехал ну как будто бы его кто-то подбил Загорска Сергия Посад мужчина там лет 25 вышли я его не знаю ни характеристики ни письма никого нету я не стал дома с ним и беседовать может провокатор какой мы вышли стоим на железной дороге я говорю давай до леса пройдемся ну пока постоим я говорю а ты знаешь Деяние апостолов 4-12 что написано а он начал говорить вот деноминации вот разные конфессии договорился что и буддисты и мусульмане это все перед Богом главное что сердце добрые дела я говорю считай что написано я ему даю в руки новый завет а он грамотный считает ну отлично высшее образование прочитать не может там написано нет другого имени под небом данного человеком которым отближало бы нам спастись я его прошу Севала считай стоит не считает почему не считаешь а я не могу ну до этого какие слова считай он считает дошел до этого стиха вот это полное абсолютное затмение ну я говорю что-то язык не ворочится я понять не могу первый раз это увидел но я не видел Бог мне показал у него уста замкнутая как у Сахарии было он не может сказать ну прочитай нет другого имени никакого имени кроме Иисуса Христа никакой пророк никто не спасет никого потому что он умер за нас и любовь свою он доказал тем что он умер когда мы были грешниками за доброго и то едва ли кто согласится умереть хотя у южных народов есть два брата у одного дети а у другого никого нету и один согрешил у кого дети а этот может пойти за него пострадать такой порядок и в любом вопросе где эта грань научить этому нельзя по отношению к одному человеку обстановка может измениться не менее семи раз в один день семь церквей послание это не к семи церквам написано церквам это церковь это состояние людей это самое точное толкование а то периоды вот все мы филадельфия там сектанты сумасброды все филадельфия да даже под ладикию то не подходим это состояние как человек себя ожесточил или расплавил свое сердце как лучше говори по делу если тебя не имел Господь ты не знаешь есть поговорка такая за одного битого дают двух небитых да они этого не стоят в каждом вопросе спрашивают а как вы знали говорить или не говорить это я ответить не могу я не знаю просто внутреннее побуждение сказать он напротив меня стоит с ножом еще одно слово я с тобой продолжаешь говорить вот как порог Иеремия фильм в другом месте подтащили ко мне с девушкой знаком был она отца привела он со столярки пришел в руках какая-то деревяшка ну поговори с ним я ни одного слова не могу сказать я промолчал посмотрел поздоровался и больше ничего закрыто закрыто значит ему это не дано слышать а ты это знаешь но если ты дома сидишь как ты можешь знать вот только сейчас я получил письмо ну в mail.ru в почте Надя Дмуха пишет еще ответ не смотрел вот у меня специально там шкаф поставлен 20 лет назад был нынче в декабре 27 будет 20-летие и там бумаги я веду дела по лагерю 45 лет там и ответы на организации о помощи где-то что-то просил бланки по общине я староста по общине это юри юридические там комитеты откуда-то что-то ну пачками документы лежат но кое-что уже ушло мне надо перебрать а то бывает мешок висит а что в нем мы не знаем надписи нет Володя давай разберись и вдруг она сегодня говорит это надо сделать иначе если вы уйдете не умру а уйду то это все будет просто в архив сданное будет лежать надо по полочкам разобрать вот как жития святых я разобрал и все книги свои все вопросы все 30 томов пришлось проходить и составить каталог 4124 вопроса ответа и разбить их по папкам я при жизни должен это сделать и нашелся человек этот Надя ей говорят Надя не надо ну лежала пусть лежит а я уже успел поблагодарить ее вот она сделала там как бы замечание почему тут у нас доски так близко мы три дня поработали убрали 40 квадратных метров площадь увеличилась 4 машины лишних могу поставить до этого 12 входило сейчас 16 на моем на моей усадьбе здесь видишь как она на это пошла есть такие должности самовыдвижения его никто не выбирал он сам меня вызовет как пророк Исаия там выскочил и она тоже так говорит вот который над книгами поставлен у меня старшая там она смотрит за книгами где как продать там или что-то если ее не будет она болеет меня поставь на это ну так как будто смешно на самом деле это здорово она знает свой талант она сегодня как раз говорила и уже написала я говорю самое лучшее если ты бы приехала завтра и мы бы начали разбирать и каждую бумажку ты бы говорила куда ее деть потому что мне все жалко вот в любом вопросе я поставил себя под ревизию святым отцам каноном каноны почти 3 года я просидел над канонами ну и считал библию составил каталог симфонию по всем канонам всем а их много упущено сегодня всего канонов 719 а их 989 это Иосифов не знает он вообще каноны он не смотрит какие-то каноны 7 вселенских 9 поместных это более чем 1500 епископов было на них и сидит какой-то дядька один может быть масон последних степеней в галстуке бритый и он все отвергать будет как это годится а на первом вселенском соборе Никола чудотворец дальше канонизированы сколько из них ну надо маленько это себя укорачивать сектанты всех отбросили за 1600 лет а нас не судите да вы всех осудили вы судите не я а если с ними не было Христа значит это не Христос он говорит все с вами во все дни до скончания века в первом веке 365 дней и 100 лет во все дни во все дни если православной церкви его не было не было Христа на земле вот вопрос как надо ставить а вы то откуда взялись вам и сена то может такая же а они знают они не церковь динаминации конфессии надо научиться разбирать и до точки доводить а где эта грань любовь подскажет а есть дело я говорю где то говорить где то не говорить указать нельзя сегодня придумали миссионерские отделы они даже не знают что их это не Божье дело их нельзя образовывать ни Христос ни апостол ни учителя церковные никогда не образовывали благовестнические могут быть а миссионерские нет миссионерские только два двое все третий уже лишний подвое Христос посылал это миссия это труд Духа Святого Златоуст говорит а не то что в семинарии в академию у Петра какие академии рыбак пропавший рыбой запомните миссионеры это единицы это два все ну третий может быть возница шофер вот мы ездили трое трое Европа и Азия все пройдено и мы можем дать совет дать совет потому что когда ехали сразу я писал у нас нет опыта просили совета сейчас у нас огромный опыт которого практически ни у кого нету 600 городов районных центров позади и ездили только с подарками от создания мира никто этого не делал и поэтому Бог открывал везде сердца в государствах и вплоть до королевских библиотек дошли как Бог это благодать это не наше это нельзя сделать вот и здесь где эта грань где осуждение будет а где обличение молись Бог покажет есть такие которые чрезвычайно тебя огорчили и все равно терпимо а бывает слово не сказал просто предатель был и предал да еще и ласкается раз один раз предал он второй раз предаст отойди от него это опыт жизни вот на этот ответ конкретно никак нельзя дать вот спрашивает а что такое голос это совесть совесть даже совесть не могут объяснить есть пять томов добротолюбия по 800 страниц примерно 750 и там по-разному объясняются я для себя вывел определенный афоризм совесть есть тот участок души не душа участок души через который слышится голос Божий вот это совесть а то Библия это там такая там я вижу тут начинает богохульничать идолизировали Библию Евангелие вторично вторично Златоуст говорит ни ниже никак вначале Бог действовал через совесть Моисей это написал от нас 1600 лет до 3600 1600 а от Адама 5508 измерить сколько лет там они жили жили не было написано то ничего Моисей первую букву написал вначале Бог сотворил небо и землю до Моисея 1600 лет от Рождества этот вопрос задал хороший большой но ему научить нельзя ты будешь знать но ты даже наизусть заучишь и ничего не получится это как борьба без правил все правила знают и глядишь уже под низом лежит это благодать притом мгновенный ответ должен быть ты вышел на поприще мгновенный ответ Господь говорит не думайте когда поведут вас на суд а тут надо думать на суде да даже этого не знают а у нас дом молитвы сектант я говорю откуда бы у нас возился ну как так написано нет это молитвенный дом это не дом молитвы дом молитвы он один только был дом молитвы дом мой Господь говорит а апостолы собирались молитвенные дома вы маленько это делаете различие а то для молитвы у православных дом молитвы а у сектантов молитвенный дом почему потому что у них нет престола где совершается бескровная жертва нет литургии вот ответ у меня такие такое соображение возникло когда роман фроликов задал вопрос на примере апостола павла разобраться где же обличение перехода из засловий и почему апостол павел сначала сказал тому лицу который приказал его что ты стена подбеленная признан чтобы правильно судить а ты даешь такие команды а потом раф этого человека говорит господина что ты первосвященника подносишь и апостол павел сказал я не знал что он первосвященник видимо нужно исходить из того состояния души нет написано начальствующего начальствующего вот здесь против прокурора края он мне близко знакомый был поднялись там и я тогда спрашиваю юриста который работал у него он член нашей общины по особо важным преступлением государственного характера я говорю а теперь его могут посадить он говорит нет у них есть определенная грань он должен подать заявление написать об уходе его садить не будут он умышленно не делал это но получилось там кого-то арестовали а там что-то дальше пошло и у него все данные были арестовать его и прочее понятно почему для начальствующего там прямо закон гласит и злословие что она стена подбелена подбелена под ней грязь ты сидишь судить по закону напупырился сидишь в орденах разные куколи надели ушастые а творишь какие дела и он его видишь назвал обозвал стена подбелена поэтому он говорит а я не знал потому что первосвященство у них стало покупным и они там сидели рядом и Анна и Каиа потом еще кто был а Павла не было там 2-3 года и он не знал и братья я не знал это считается за покаяние он сразу дал задний ход а если бы он говорил это где-то там Фесту Феликсу но это тоже начальство а когда киллеры были он знал женщину или подошел Елима Волх он не начальник ты сын дьявола враг всякой правды доколе будешь совращать более грозные слова но в них он не кается почему справедливо а во-вторых это не начальствующий вот и ответ спасибо Христос аллилуйя еще вопросы пожалуйста вот попутно скажу пока не вышли вот этот говорил сейчас со мной его здесь видно Сергей Игнатов с Донецка там углидар кажется город какой-то и вот за последнее время я могу сказать порядка 10 лет у меня большего совопросника не было вот он уже когда уехал а я каждый день каждый день выставляю по одному ролику наши беседы где мы были он до того дотошный любознательный он везде был везде где только я что ни делал он по прудам и на шлюзы и в работе и ловил там я где бобров везде еще вопросы такого духовного характера сколько вот так приехал незнакомый где-то человек а сейчас как будто бы мы всю жизнь прожили вместе и у него не было чтобы он оговаривался где-то или как-то даже любитель путешествовать я написал заголовок такой 4 километра за 36 часов он шел не в ту сторону ушел хотя было 13 адресов не позвонил он говорит я больше путешествовать не буду приятно слышать то есть не напрасно семя сеется я не то что там это похвалу а просто свидетельствую потому что похвала в глаза говорит как укус змеи так оно и есть так и есть все вопрос пожалуйста задавайте вопросов нет продолжим чтение откровение 2 23 и детей поражу смертью и уразумеют все церкви что я есть испытующие сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам ваш толкования и детей поражу смертью дети греха дети изобели и любодействующих с ней никогда не имеют будущего поражаются смертью в них нет жизни на плакатах их дела живут и побеждают но не успевает родиться новая идея новое дело их как устаревает проваливается умирает произведенная от страшного греха жизни в себе не имеет не случайно и сам антихрист сын погибели которого поразит смерть от уст господних расфил салонкицем 2.3.8 будет по мнению святого ипполита римского от скверной девы от блуда так и буквально и образа и образно все это сбывает наказывая эту пророчицу и грешивших с нею Христос вразумляет все церкви поместные христианские общины ибо всем становится явно что Он Христос смотрит не на внешность величия знания а видит самые внутренности нашей души испытывает самое сердце и все что в нем сейчас люди скрывают свое любодействие а что еле идоложертвенное кто кто их проверит но перед ним скроется все это будет на страшном суде и как бы отголоском этого грядущего суда является сейчас беспристрастный суд совести столь часто тревожащий возлежащего на одре на страшном суде воздаст Господь каждому по делам его каковы они есть напрасно говорят протестанты что спасает только вера спасает только Христос он же от нас же требуется вера живущая делами иначе вера наша труп Якова 2 26 воздаяние же на суде будет каждому по делам его и чтобы мы не спешили Господь при жизни часто на глазах у всех поражает в кавычнике изавелий и согрешающих нею великими корбями вопросы ну давайте еще 24 стих вам же и прочим находящимся в феатире которые не держат его учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских сказываю что не наложу на вас иного времени толкования вам же Господь обращается не к последовавшим изавелий но к твердо устоявшим в истинном апостольском учении и прочим находящимся в феатире которые не держат всего учения и только учения ложного избегают и не только учения ложного избегающих но и которые не держат его учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских. Это бездна греховных мерзостей, называется глубинами сатанинскими. Есть грехи малые, тоже гибельные, а есть грехи страшные, о которых и говорить открыто нельзя. Это глубины сатанинских, которые ввергает человека лукавый, ввергает и через ложных пророков. Здесь можно вспомнить и сатанинские глубины некоторых мерзких языческих культов, ужасы войн, лагерей и тюрем, разгул разврата, публичные дома, некоторые изверские секты, как, например, люциферианские. Это и тьма заблуждений и неверия, блажен не знающий всех этих сатанинских глубин. И христианам, вынужденным жить в таких условиях, практически не могущих пресечь эти грехи, Христос говорит, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, то есть иного наказания и иных тяжестей. С вас и того достаточно, что живете среди таких мерзостей и завелиевых и несете такое бремя. Больше понести вы уже не сможете. Но, не возлагая на вас иного бремени, говорю вам. 25 стих. Только то, что имеете, держите, пока приду. То, что имеете, это или то бремя, которое вы уже несете, мерзости и завели, или же это та дивная благодать прощения грехов, дара Духа Святого самого Христа в сердце, данное верующим. «Все, что имеете от меня, Христа, держите, пока приду». Ибо ходит сатана, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить, у кого похитить венец, уже христианину приготовленный. Поэтому смотрите, держите до конца, пока я приду за вами в смерти или вашей силе, уже в славном втором путешествии. Ну что, помолимся? Достойно есть я, кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Херувим, и засрения Бога снова родшую, сущую Богу Рождец, Тя, величайшую. Тихонечко, молитесь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву, благодарность за то, что Ты позволил нам склониться у ног Твоих, в них ведь Слово Твое. Благодарим за святых учителей Церкви, которая разъясняет нам такие глубины. Сохрани нас, Боже, в святой православной вере от всяческого заблуждения, сектанства и ересей. Приготовь этот народ к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. И дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И дару духовного рождения свыше патриарха, епископам, священникам и каждому человеку. И научи нас слышать голос Твой, ходить по заповедям Твоим свято. Тебе, Боже всемогущий, дивный Создатель, честь, хвала и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Коля подошел. Сейчас я Коле покажу Палю. Палю у меня вот она где. Коля увидит, где ты ее? Где она? Не знаю. Подожди. Как лапка у нее, Днать, Тихоныч? А вам не видно? Видно-видно. А, вот где надо мне. Вот она где. Я не туда пошел. Паля, вот она где. Ну-ка, стань-ка сюда. Нет, тут не видно. Вот сегодня я ее носил показать там ребятишкам всем. Ножка-то у нее уже лучше, а паленая была. Да-да. Она на плиту заскочила. Гляди какая. Слава Богу, растет. Вспомни, какая она была и какая сейчас. Она спит. Как будто бы у нее не касается. Она с голубенком в одной коробке у меня сидит. Ну, все. С Богом. Спасибо, Христос Вас, Игнатий Тихоныч, за все. С Богом. Выключай нас, Сережа. С Богом. Спасибо. 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 Спасибо.